Вступили в силу и еще несколько нововведений. Теперь забирать автомобиль со штрафстоянки водителям разрешили без предоплаты. Хотя раньше владельцы машин обязаны были оплатить расходы на перемещение и хранение автомобиля, предъявить чеки и только потом им разрешали сесть за руль. Кроме того, тарифы ОСАГО теперь будут утверждать минимум на год. И Банку России запрещено их менять в течение 12 месяцев. Но подробнее мы все же поговорим о главном новшестве – измененном регламенте экзаменов на права. На связи с нами Андрей Шабанов, начальник отдела управления ГИБДД по Челябинской области. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, для чего все-таки создан новый порядок сдачи и помогут ли новые требования улучшить ситуацию на дорогах? Для этого и принимался новый административный регламент, чтобы в чем-то ужесточить. Прием экзаменов, чтобы поменьше было дорожно-транспортных происшествий, поменее молодых водителей. Скажите, а чем все-таки эти изменения, так скажем, грозят водителям? Хотелось бы поправить не водителей, а кандидатов в водителей. Относительно старого изменения прошли во все этапы приема экзаменов. Это теоретический этап. Здесь изменения есть также 20 билетов. Но в случае ошибки в одном из блоков одной ошибки дается дополнительно 5 вопросов. Либо двух ошибок в разных тематических блоках дается дополнительно 10 вопросов. И, соответственно, дополнительное время. 5 либо 10 минут. А что с практической частью? Я знаю, что кандидаты в водители сейчас активно тренируются на автодроме. На практической части. На автодроме добавлены фигуры для вождения. Если раньше необходимо было сдать 3 фигуры, то сейчас это будет 5 фигур. Также разрешается возможность приема экзаменов на автоматизированном автодроме. И что касается изменений в условиях реального дорожного движения, то есть в городе, это время изменилось. Прием экзамена с 20 до 30 минут. А как вы сами готовились к этим изменениям? Были ли какие-то брифинги для инспекторов? Полностью экзаменаторы всех экзаменационных подразделений нашей области готовы. Мы у них приняли зачеты. Они сами были, так скажем, в шкуре кандидатов в водители. Они сами сдавали точно такие же экзамены. Понятно. И вот последний вопрос. Вновь о регламенте. Скажите, стоит ли ждать еще каких-то нововведений? Будет ли они как-то дорабатываться? Сам регламент утвержден. В настоящий момент еще дорабатываются реализующие нормативные документы. Это по взаимодействию с автошколами и по использованию базы именно автошкол для учета их при экзаменах на право управления в ГАИ. Спасибо, Андрей Владимирович. Думаю, теперь южноуральцам, желающим получить права, многое стало ясно. А я напоминаю, с нами был Андрей Шабанов, начальник отдела управления ГИБДД по Челябинской области. Продолжение следует...